Всем привет! Это программа «Новый день» и я, Вероника Павлова, на календаре понедельник, 24 июня. Всех с праздником! С Днём Республики, дорогие телезрители! Если сегодня многие жители Чувашии отдыхают, то журналисты нет. Нужно успеть запечатлеть самые интересные моменты, пообщаться с гостями и всё это выдать в эфир. Сегодня сотрудники гостей радиокомпании вспомнят, как День Республики отмечали 20 лет назад. Найти самую наилучшую точку обзора, чтобы показать весь масштаб праздника. Этому видео 17 лет. Здесь шеф-редактор Гатарка Чуваша Лидия Галактионова вещает прямо с крыши театра оперы и балета. Отсюда, как нельзя лучше, открывается потрясающий вид на залив. Наша творческая группа находится на одной из самых высоких точек города. Так что на сегодня мы ближе всех к огням, рассыпающимся в небе. Как правило, в День Республики каждый журналист и оператор задействованы на какой-либо съёмке. А их множество. Это соревнования, выставки и фестивали. Коллеги признаются, что иногда немного обидно от того, что нельзя в полной мере насладиться праздником. В эфире только смотришь то, что успели твои коллеги сделать с других точек и посмотреть общую картину по телевизору. В 96-м году это было, по-моему, был ансамбль «На нас» Барри Алибасовым. Вот это первый ещё тогда был чрезвычайно популярный в России. Тогда в такой раш вошли, им так это понравилось. Они ни на что не обращали внимания. И вот сцена была так же, как сейчас перед театром. И вот эти колонны, они же круглые, полы-то квадратные. И вот какие-то там промежутки, остались там дыры в полу. И помню, один из них прямо в эту дыру нырнул буквально. Мы страшно перепугались, думали, что-нибудь с ним там случилось, потому что там метра два было падать. Мы его ещё, помню, прямо во время выступления вытаскивали оттуда. Чувашию посещали не только российские звёзды, много было иностранных гостей. На фестивале «Родники по Волжье», который позднее стал всероссийским, приезжали итальянские и немецкие ансамбли. Они пели на чувашском языке. Трансляции мы вели аж за полночь. Нам хотелось показать всё, что происходило во время этого праздника. И возвращались, и разъезжались, порой до часу ночи работали. Сегодня, как и много лет назад, творческая команда ГТРК «Чувашия» с тем же энтузиазмом продолжает освещать этот большой праздник и дарить жителям республики прекрасное настроение. Встретить журналистов ГТРК «Чувашия» сегодня можно на разных творческих площадках. О том, что ожидают жители республики сегодня, расскажем в нашей афише. В Чебоксарах в 13.30 около Монумента Матери Покровительницы пройдет фестиваль «Родники Россия». Вообще, познакомиться с творчеством участников можно будет и на других площадках города. Например, в парке имени космонавта Николаева и Амазонии. В 14.30 на заливе будут соревноваться гармонисты. В это же время на Красной площади пройдет Всечувашский праздник Агадуй. В 8 вечера на главной сцене будут награждать участников конкурса «Росмастеровая». А после выступят звезды российской эстрады Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. 22.30 участники международного фестиваля фейерверков «Азамат» будут удивлять горожан праздничным салютом. А отправиться на праздник можно вот в такой бандане. Чтобы ее получить, нужно ответить на наш вопрос. Итак, на заливе есть специальный камень, где выбиты чувашские символы. Назовите, сколько знаков там. На этом у меня все. Ну а завтра, завтра будет новый день.